ребятушки давно вы просили у меня рецепт итальянского панеттоне да в данный момент это колумба подошли к пасхе поэтому остановите видео вот это рецепт теста скатали и вот что нам надо дальше все поехали сразу хочу пару слов сказать о муке у меня мука мягких сортов пшеницы типа 00 вообще-то сюда по рецепту идет мука манитоба почему идет эта мука она для длительных расстоек но мы будем делать все быстро я хочу чтобы у вас этот рецепт получился самой обычной муки я здесь муку уже просеяла вместо вода и молоко у меня чисто молоко это тоже вы понимаете что у меня здесь вес продуктов на глаз все это у меня на глаз потому что я в жизни никаких рецептов не придерживаюсь поэтому сейчас я подогреваю немножко молоко растворяю там дрожжи и сразу начинаем замес тесто у кого есть тесто не сильная машина ребята это вот в этом деле она бы нам понадобилось но ничего справимся руками у меня способ будет безопарный но если у вас есть сомнения что ваши дрожжи могут не пойти лучше оставьте их немножко побродить я просто их растворяют тепло молоки теплая температура моего тела даже чуть ниже тем временем тесто у нас пойдет одно яйцо и один желток белок мы остались сразу же сюда высыпаем сахар ванильный сахар цедра апельсина ну и собственно говоря наш жидкий ингредиент соль и сливочное масло мы оставим на потом замешиваем на данном этапе мы можем даже посолить соли немного щепотка помешиваю накрываю и ставлю в духовку на пару часиков при включенном свете в духовке у нас будет само себя выхаживать так сказать практически масло ушло сейчас еще два два оборота накрываем его клейкая масса поставили и наблюдаем наша масса должна увеличиться ну почти в два раза хочу внести маленькую поправочку может там написано там всего 500 грамм муки поэтому это у вас будет одна есть такая зачеркнутая палочка вам может показаться полтора килограмма нет полкило все итак смотрите у меня есть даже чернослив но я не хочу чтобы были темные пятна готовим курага курага у меня мягенькая а изюм сейчас посмотрим если его надо запарить я запарю если я посчитаю что он достаточно мягкий я его просто промою и на этом все завершится сейчас мне для нашей глазировки понадобится сахарная пудра и миндальный орех дробленый миндаль может быть как очищенный так и вот в такой вот корочке кстати очень вкусный хрустящий уже подсушенный поэтому мне с ним даже ничего делать не надо просто перемолоть его в порошочек миндальная мука кстати если кто-то печет наши пасочки я вам предлагаю глазурь по итальянски то есть молотый миндаль даже если там остались немножко большие кусочки ничего страшного мы его потом смешаем мы его сразу смешаем у нас где-то пойдет один к трем если три ложки сахарной пудры это будет одна ложка миндаля потом мы подобьем белок но это уже будет перед самым приготовлением показ отставляем в сторону и занимаемся курагой и проверяем курага очень мягенькая видите какая прям прелесть проверка на качество изюм кстати тоже мягкий не сухой поэтому сейчас его промою и все это могут быть цукаты у меня изюмик курага приготовлены и с какой проблемой можно еще столкнуться во-первых по итальянским рецептам есть так называемая гранелла ди дзукару это из сахара сделаны такие как маленькие кусочки сахара сейчас мы эту гранеллу ди дзукар сделаем с вами сами вот в нашем рецепте нет но поверьте что на каждой на каждом панетоне на каждой коломбии практически они присутствуют поэтому мы его сделаем сахарной пудрой еще одна проблема форма у меня есть обычные формы для выпечки у нас продается специально форма для коломбы вы же понимаете что коломба голубь вот это надо убрать 4 вот этих места поэтому у меня вкладыш из бумажных полотенец кухонных и сейчас я каким-то образом вот эти места закрою 4 я думаю что мне таких 4 вкладыша понадобится оборачиваю фольгой и покажу что у меня получится с этого даже если у нас не получится идеальной формы это коломба это ничего страшного вот мы эти вкладыши вставляем это очень легко фольгу обвернули и вставили дальше покажу что еще сделаем вот это мой промежуточный этап видите коломба у нас то есть она имеет форму голубя крылышки и тело пусть крылья будут большие или тело будет большое крылья маленькие ну немножко неправильная у нас коломба но нам то какая разница мы можем вообще ее делать без ничего но так же тоже неинтересно понимаете коломба значит коломба голубь мира значит голубь мира и сейчас я сюда выстелю лист еще бумаги для выпечки лист мы берем немножко большего размера чем наша форма и сейчас мы его чтобы придать ему форму и сейчас мы его все форма будет просто выстеляем лишнее мы обрежем нам главное чтобы вот здесь вот все наши края были полностью закрыты вот смотрите практически что у нас получилось края формы у нас закрыты полностью видите а вот здесь где не плотно прилегает когда пойдет тесто оно его естественно придавит поэтому форма коломбы у нас получилась форма голубя ждем тесто я решила ускорить процесс нашего приготовления сейчас включила духовку на 50 градусов тесто вытянуло естественно пусть она немножко наберет температуру потом я ее открою температура упадет где-то градусов до 37 когда мне комфортно будет там держать руку я туда поставлю тесто у нас апрель месяц но у нас в квартирах холодно отопление я уже выключила поэтому надо просто теплая света и никаких сквозняков ну а сейчас мы займемся нашей гаранелло и дитзукер где-то приблизительно идет один к десяти то есть если у меня будет раз два три ложки сахарной пудры то у меня здесь пойдет чайная ложка воды может быть и больше здесь у меня кофейная ложка вода может быть теплая холодная без разницы нам надо замесить такую кашицу чтобы сахар и не растворился и в то же время превратился в общем где-то на 100 грамм сахарной пудры 10 грамм воды чтобы вы так понимали понимаете что все делаю без весов на глаз поэтому так вот так вот я и делаю все еще поперечку водички сахар не должен растаять он должен только стать влажным вот такая пудра должна получиться теперь берем самую обычную шумовку с дырочками я свои шумовки отдала новые еще не купила поэтому я беру вот такие дырочки и в них будем просевать это можно делать прямо руками вот такие вот такие куэлдочки вот это есть наша гранела диджукр мы их можем делать покороче подлиннее как нам понравится как мы хотим полозить со временем у нас есть господи у нас времени на карантине столько видно что там сыпется видно да вот так вот просеваем весь наш сахар желательно на расстоянии чтобы не склеивался просыхал пока наше тесто подойдет пока суть до дела это наша сахарная гранела будет вполне посмотрите какая чудесная стружка у нас получилось в это время у меня нагрелась духовка поэтому я беру свое тесто и помещаю теплую духовку духовка совершенно не горячая теплая наше тесто сейчас будет подходить лучше и нашу стружку сахарными мы тоже можем сюда положить высохнуть у нас время есть нам тесто пока она будет два часа подниматься мы успеем с вами пообедать поужинать кино посмотреть и прочее меня прошло полтора часа и мы уже выросли в два раза поэтому сейчас я подмешиваю наши сухофрукты или цукаты сейчас все покажу немножко капнула растительного масла на стол сейчас мы это тесто распределим смотрите какая она у нас красивая ярко-оранжевая и добавляем наши цукаты можно конечно их немножко крахмалом но я думаю что сейчас наша задача эту колонбу несколько раз свернуть конвертиком поместить форму распределить эти цукаты ой но тесто прям дышит теперь поставим форму пусть она у нас поднимается придадим ей форму голубя по нашей форме посмотрите сколько у нас получилось цукатов прям полным-полно и потом будем выпекать закидываем побыстричку чтобы это было приблизительно равномерно я выдела разделила немножко тесто здесь оставила маленькие части на крылышки а сам а саму форму сделала как такую продолговатую колбаску и туда положила и сейчас мы сюда эти крылышки приклеим наши колонды сюда немножко много в общем смотрим чтобы форма была распредела распределена равномерно сейчас когда мы уже поднимется до до нужной нам кондитирована в два раза должно еще увеличится перед выпечкой и потом уже будем смазывать я покажу чем ну как похоже ну хоть чуть-чуть ну хоть капелюшечку ну какая разница на что оно похоже главное чтобы вкусно было прошел еще часок видите да начала надуваться так ну пусть она там пока подуется мы сейчас приготовим быстренько ей намазку сверху по первых я хочу вам показать нашу сахарную ступень она полностью высыпала часа три прошло сейчас мы его отложим в сторонку берем наш белок здесь быстро здесь не надо его взбивать миксером ребята здесь надо только чтобы этот белок стал чуть-чуть более белым сейчас мы его пенчиком быстренько всколыхнем приблизительно до вот такого состояния потихоньку добавляем сюда сахарная пудра и что у нас здесь было наши мандарлы миндаль все пока добавлять не буду потихоньку если вы готовите много пасочек то естественно вам такая загибочка понадобится вот это вот так и не густое и не жидкое так надо вам показать вот такой вот сейчас его еще чуть-чуть подобью видно да вот такая у нас красота получилась вытягиваем нашу птичку коломбу и включаем тут же духовку вот как красиво находилась духовку включаем на 180 градусов но мы опустим ее на 170 духовка статистическая без обдува но пленочкой была накрыта она уже у нас норовит вылезти из формы берем кисточку и естественно легенько все в сторону еще разок размешиваем смотрите какое красивое у нас какое у нас красивое получилось красивое красивая глазурь ой пасочка пахнет ванилькой можно вообще ложкой полить и шпателечком помазать можно вот так это вот будет румяная вкусная корочка конечно у меня здесь много содержимого мы ее два раза смажем будет вкуснее вы теперь поняли почему я бумагу не обрезала если будет убегать то на лишнюю бумагу а не в духовку пожалуй хорош 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 теперь у нашей коломбы но если у нее там голова у нее должен быть глаз ну чего этот глаз сделать честное слово не знаю ну ладно вы думаете что у нее глаз есть вот мандарла в стоячем виде вот у нее выглядит теперь мы берем на вкус сахарную стружку и то же самое сверху посыпаем ну здесь на вкус каждого любите более сладкое посыпайте у нас тесто не очень сладкое не переслащенное поэтому вот эта верхушка это будет самая самая бомба самая то так посыпай это еще теперь мы берем нашу миндаль и как хотим хотим ей крылышки разделить пожалуйста в таком вот виде хотим всю миндалем прямо приукрасим у нас сейчас самая главная самая главная задача что вот этот верх у нас не сгорел наша пасочка будет выпекаться ну минут 40-50 я ее уже пасочкой называю поняли это уже не колумба это уже наш вариант смотрите хвостик у нее такой прямо раздвоился на две части вроде бы специально вот сюда мы положим еще по миндалинке на сюда ну сделаем такой глаз побольше двойная миндалина это у нас будет глаз еще не все ребята еще не все еще мы сюда немножко сахарной пудры это уже совсем чуток вот так вот вот это уже завершающий вариант все больше ничего ждем разогрева духовки и и прячем нашу колумбу туда боже чувствую что сегодня на ночь глядя я наверное пол такой птички за гульбашу ну как вам похоже по форме не очень и тем не менее сейчас я вам покажу ее поближе вот голова глаз в голове торчит крылья и хвост видите он даже разделен на две части ей богу ну ну кто не верит ребята поверьте на слово все наши оставшиеся сахара я складываю в одну тарелочку вот этот сахар тоже соберем что ж добру пропадать на любую сладкую выпечку посыпка это пойдет здесь еще одно важное условие видите я не на самый верх ее поставила а вот так немножко ниже среднего все 170 градусов 40 минут ну я думаю что мы услышим по запаху прежде чем нам зазвенит будильник расслабляемся пьем чай ждем такой запах идет 20 минут еще ждать я сейчас лопну от счастья загрузила свою помощницу она мне посуду моет так что у меня чистота и порядок осталось только пасочку дождаться остается у меня 10 минут и потому что верхушка уже у нас прирумянилась чтобы ей добыть 10 минут там и не сгореть сейчас на вершок чуть-чуть вот так прикроем все бегу милая бегу дорогая бегу вверх красавчик что удобно в моей форме форма коломбы получилась у нас мы можем вытащить вот этот контейнер и проверить как она внизу покажись народу ой ребята готово видите внизу с румяной все контейнера можем вытянуть пусть наша коломба остывает нигде ничего не выбежало никуда ничего не девалось ой запахи пошли сейчас мы с этой стороны ой какая красавета извините у меня посудомойка громко ну все дождаться бы дождаться бы глаз алмаз мордом смяточку но глаз алмаз вот такой вот дикобраз у нас получился держаться нету больше сил сейчас кусочек выставлю на балкон чтобы остыла потому что это же издевательство над самой над самим собой называется как она вам я вот здесь кусочек маленький оторгу маленький и выставлю на балкон смотрите какой пропеченный получился низ видите бока тоже вот это вот покрытие это самое главное что здесь такая вкуснотень ребята что это вам не передать не в сказке не в сказке сказать не перо написать а цукаты все всем пока думаю что вам этот рецепт понравится итак итак ребята итог одно крыло улетело вернуться не обещала ну что я вам могу сказать по сладости по сладости кому нравится более сладкое можете добавить сахара немножко больше я не люблю сильно сладкое поэтому мне нормально вот это вот верхушка пожалуйста если у вас рецепт ваших домашних пасок а вы хотите в этом виде пожалуйста используйте это настолько вкусно это настолько просто если у вас есть миндаль сделайте это вообще это бомбезно это не стекает этот белок можно еще раз сахарной пудрой посыпать это просто сказка посмотрите как она смотрится приятного аппетита пробуйте повторить спасибо